Что такое искривление пространства? Если вы строите какую-либо теорию, то в рамках научного метода вы должны дать систему четких и внятных определений, что у вас искривляется, относительно чего искривляется, где искривляется, где все это находится. Если нет определений, то теория не является научным продуктом. Она построена вне рамок научного метода. Научный метод требует введения четких, внятных определений. Что мы имеем по факту? Современные теоретики не используют определения. Грубо говоря, они не могут дать систему определений, что искривляется, относительно чего искривляется, что такое искривление пространства. То есть, они не могут ни на языке людей членораздельно выговорить, что такое искривление пространства. Они не могут на языке жестов пальцем показать, что такое искривление пространства. Они не могут ни на языке животных, ни на кудахтать, ни на блеять, что такое искривление пространства. Почему они не могут этого сделать? Потому что под искривление пространства невозможно дать комплекс целостных определений. Сразу становится очевидна вся абсурдность самой постановки искривления пространства. Понять устройство подобных горе-теорий безграмотных построений можно на примере условной задачи. Можно ли выкопать яму от земли до неба? Понятно, что это безграмотность. Как только мы дадим четкие, внятные определения, что такое яма, что такое выкопать, доставить грунт, что такое небо, верхние слои атмосферы, что такое земля. Понятно, что сама задача абсурдна. Как мы только дадим определение, такой задачи не существует. Ровно такой же абсурдностью и безграмотностью являются любые искривления пространства. Принцип построения этих искривлений тот же самый. Искривления пространства изначально построены вне рамок научного метода. Это в принципе не является наукой, это самое настоящее жульничество и безграмотность. Для того, чтобы привить эту безграмотность в систему образования, жулики пошли на беспрецедентный шаг. Они удалили, упразднили, запретили целые разделы знаний и внятные определения. В учебных пособиях нельзя обозначать, что такое пространство. Нельзя обозначать, что такое мерность или измерение. Нельзя использовать обозначенный еще ньютоном термин «место» – часть пространства, занимаемого объектом. Различать пространство и место, занимаемое объектом в пространстве, недозволительно. Пространство вообще трактуется как абстракция и не более того. Но при этом нельзя использовать термин «модель пространства». Все сделано так, чтобы студент не получил конкретики. Наводится тень на плетень. Ситуация аналогична тому, как преподавать во всех вузах свойства ямы, выкопанной от земли до неба, и запретить при этом давать определение, что такое копать, что такое яма, что такое земля. Именно это жульничество творится во всех профильных вузах. Если пользоваться научным методом, то есть определение. Место – это часть пространства, занимаемое объектом, введено ньютоном. Когда мы искривляем некий объект в пространстве, мы не искривляем само пространство. Мы лишь меняем конфигурацию, форму объекта, расположенного в пространстве. Неважно, какой при этом задействован объект – плоский, линейный или объемный. Но горе теоретики подменяют термин «место», занимаемое объектом, на термин «пространство» и далее строят свою несмышленную конструкцию. Искрят объект в одной плоскости, во второй, в третьей. Далее головушка у них закружится и пространство у них уже многомерно. В рамках таких слабоумных построений им раскрываются буквально все таинства достижения многомерного маразма.